Всем привет дорогие друзья! Сегодня новое видео на моем канале посвящено монтажу гибкой черепицы Всего будет две части Сегодняшняя часть это у нас монтаж, это практика Вторая часть, которая выйдет примерно через 2-3 недели, это будет теория В этих двух частях я постараюсь полностью максимально раскрыть тему монтажа гибкой черепицы Так, чтобы у вас не осталось вопросов Ну а если все-таки у вас останутся вопросы Конечно, пишите их в комментариях, я на все вопросы отвечу Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, как я уже говорил И самое главное, в разгар этой дурацкой пандемии берегите свое здоровье Всем удачи! После того, как мы смонтировали обрешетку, нам необходимо вся грязь, которая у нас есть Вот ее, смотрите, сколько много Смести или сдуть чем-то, для того, чтобы у нас пленка могла максимально чистая Вот мы в данном случае сдуваем грязь Подключили шланг к компрессору И таким способом сдуваем всю вот эту пыль, грязь, опилки После монтажа обрешетки мы приступаем к монтажу ОСП Значит, начинаем монтировать сверху вниз, потому что удобнее будет намного передвигаться Также после того, как мы смонтируем один ряд ОСП, мы будем уже монтировать непосредственно подкладочный ковер И таким образом будем идти сверху вниз, потому что у нас вот есть обрешетка По обрешетке намного удобнее передвигаться, чем по ОСП ОСП будем крепить на гвозди, у нас есть пневмопистолет Соответственно, этим пневмопистолетом мы будем прибивать гвоздик ОСП Обратите внимание вот на этот момент, когда вы устанавливаете ОСП либо фанеру Обязательно нужно оставлять зазор 3-5 мм, потому что любой материал расширяется, сужается И чтобы у него был ход, вот это вот мероприятие нужно делать обязательно Обратите внимание вот на это место Сейчас вот оно находится в разных плоскостях, потом мы вот эту часть будем подрезать У нас здесь получится в общей сложности зазор 7 см Вот, это место подкладочным ковром ни в коем случае нельзя перекрывать Потому что через это место у нас будет выходить воздух Мы будем устанавливать пластиковый коньковый аэратор На него коньково-корнирную черепицу И в конечном результате, когда уже будем монтировать аэратор конька, я вам этот узел покажу Дальше мы начинаем устанавливать подкладочный ковер, начали его раскатывать У нас как раз получается лист ОСП 98 см, лист, или рулон подкладочного ковра, у него ширина 1 метр У нас практически они одинакового размера Прибиваем его обычным степлером Потому что потом все равно, когда будем монтировать гибкую черепицу, все равно будем его пробивать Смонтировали первый ряд подкладочного ковра с ОСП Так вот это выглядит Получается, у меня на крыше тройная гидроизоляция Первая гидроизоляция это Дельта Макс Вторая гидроизоляция это ОСП с подкладочным ковром И третья гидроизоляция это непосредственно кровля Один скат, вот как вы видите, уже смонтировали Кровля, тройная защита у меня Важный момент, если вы идете по такому пути, как мы Край подкладочного ковра не прибивать скобами Потому что потом мы будем делать нахлёст Вот у нас даже, опусти вниз Есть такая вот желтая полоска, это ориентир Вот до этой желтой полоски должен быть идти нахлёст И дальше мы его будем промазывать тонким-тонким слоем, битумной мастикой Опять присыпаем к вздуванию пыли Чтоб всё было у нас в этом месте беспыльно Обратите внимание ещё на один момент Посмотрите, вот лежит лист фанеры шириной метр двадцать пять Он лежит на четырёх досках Фанера двенадцать миллиметров толщины, как я уже говорил Крайние края у нас лежат на середине доски То есть у нас крайние доски, они получаются общими Средние доски вот тоже идут примерно шагом сорок два Сорок два, да, Макс? Сорок два сантиметра И вот так вот у нас должна быть установлена ОСП Соответственно, она должна быть установлена перехлёстом Вот с верхней, которую мы смонтировали И таким образом мы будем производить монтаж Начинаем устанавливать второй ряд фанеры Обратите внимание, что у нас идёт разбежка швов Вот этот кусок мы берём специально меньше Чтобы у нас, потом, когда мы уже будем нормальный кусок брать Чтобы у нас вот эти стыки были в разных местах Это обязательное мероприятие, согласно инструкции по монтажу гибкой черепицы Вот так у нас выглядит Установлено два ряда подкладочного ковра Два ряда ОСП Таким вот образом мы будем идти сверху вниз Получается удобный монтаж Удобно ходить по вот этой обрешётке Нежели если бы мы шли снизу вверх Надо было бы ходить по подкладочному ковру постоянно Ходить по ОСП А так вот намного удобнее Главное не обсчитаться шагом обрешётки Теперь мы будем вот этот стык Проклеивать мастикой Согласно инструкции по монтажу гибкой черепицы Проклеиваем теперь битумный мастик и стык Делаем это для того, чтобы у нас конструкция получилась ещё более герметичной Вот Шпатель берём где-то 8-10 см шириной Соответственно делаем такую же полоску Полоска должна быть тонкой, несколько миллиметров всего лишь И потом, когда мы уже это место проклеили Берём степлер и прибиваем её А прибиваем один подкладочный ковёр к другому Приступаем к монтажу вентиляционной сетки Закручиваем кроемые саморезы Сейчас, Макс, подожди У нас такая проблема есть Если мы вот эту сетку туда-сюда поднимаем У нас вот в верхней части образуется волна И мы для того, чтобы эту задачу решить Придумали сверху металлический уголок Чтобы не было волн у нас Будет идти сверху вот такая вот металлическая деталь Вот в эти места, где у нас идёт брусок Мы будем прикручивать саморезы А сверху эти волны будут заглаживать вот такая вот металлическая планка В цвет капельников И вот этот узел у нас будет выглядеть вот так Вот таким вот образом Сейчас мы закрутим и покажем вам Как в целом это будет смотреться Вот так вот выглядит у нас смонтированная сетка Один небольшой участок мы уже сделали Смотрите, нету никаких волн Смотрится очень аккуратно За счёт вот этой вот как раз планки у нас получается верхней Потому что если мы сюда закручиваем саморезы То у нас образуются волны И это раздражает А так планка она прижимает Сверху получается она разглаживает Это место такое получается герметичное И выглядит вот таким вот образом Смонтировали ОСП Смонтировали подкладочный ковёр Дошли до карнизного свеса Сейчас я в двух словах вам расскажу Про монтаж водосточной системы Показывать я не буду Потому что видео получится очень длинным Вот у нас мы поставили один жёлоб Какой нюанс? Значит на один жёлоб трёхметровый мы устанавливаем пять крюков Важно чтобы крайний крюк Крайний крюк от соединения вот от этого места Отходил не очень далеко Мы делаем сколько? Двадцать сантиметров? Двадцать сантиметров Двадцать сантиметров у нас идёт от соединителя В эту сторону и в эту сторону То же самое с той стороны Дальше Капельник Капельник мы делаем отступ на один сантиметр от края фанеры От края ОСП Вот эта часть у нас идёт десять сантиметров Вот эта часть идёт десять сантиметров Разуклонку мы делаем от середины То есть шесть с половиной метров в одну сторону Шесть с половиной метров в другую сторону Если вот эту часть сделать не очень длинную Вот как у нас десять сантиметров Иногда ее делают 6 сантиметров, иногда делают 4 сантиметра Возможно, она не будет опускаться в желоб И, соответственно, будет зазор между лобовой доской Вернее, между желобом и капельником И при сильных ветрах Ту воду, которая должна попадать в желоб Ее будет прибивать к лобовой доске И некоторые думают, что у них протекает водосточная система На самом деле это связано с капельником Делать капельник, ну, с моей точки зрения Надо минимум 10 сантиметров Чтобы вот эта часть 100% у нас опускалась в желоб Вот так вот это выглядит примерно Но про монтаж водосточной системы Сегодня мы рассказывать вам не будем Еще раз хочу затронуть тему выноса Снизу вам покажу Вот мы сделали вынос на 3 сантиметра Дальше мы сделали прорезь в крюках Вернее, прорезь для крюков Чтобы у нас крюки были в максимальной к лобовой доске Зазор у нас есть И также я хочу затронуть тему капельника Для чего он вообще нужен? Капельник, ну, или по-другому еще называют карнизная планка Если мы ее не установим То вот эта часть у ОСП, она пористая Вода, когда будет стекать вниз Она будет сюда, вот в это место впитываться И, соответственно, при перепаде температур Когда будет очень весна Когда ночью холодно, днем тепло Вот это место будет разрушаться Но его обычно хватает года на 2-3 Поэтому в гибкой черепице Карнизная планка или капельник Это обязательная деталь Для того, чтобы вот эта часть Вот эта вот часть у нас была защищенная И служила нам верой и правдой долгие-долгие годы Обратите внимание вот на это место Видите, если мы делаем водосточную систему на длинном крюке У нас гарантированно будет вентилируемый зазор Он точно не будет перекрываться Снегом, желобом, да И воздух 100% у нас вот именно в это место будет заходить Если я буду делать водосточную систему на коротких крюках То, соответственно, желоб будет висеть ниже Вот этой вот сетки вентиляционной Соответственно, если туда попадет снег А он туда по-любому попадет То вентилируемый зазор будет перекрыт Если вы делаете такую же систему, как я Когда гидроизоляционная пленка Она у нас... Гидроизоляционная пленка доходит до конца С веса карнизного Приклеивается к капельнику конденсата И мы делаем вход воздуха через торец То водосточную систему необходимо устанавливать Только на длинных крюках Для того, чтобы нам не ловить сантиметры Мы натянули нитку Убери хандам руку Вот, сантиметр, да Натянули нитку Чтобы у нас по нитке Ну, вот этот вот сантиметр постоянно торчал Сейчас мы будем забивать капельник Ну, или карнизную планку на гвозди Примерно шагом 15-20 сантиметров В шагматном порядке Будем бить пневмом пистолетом Также сразу мы устанавливаем торцевую планку А для чего она нужна Я вам сейчас расскажу После того, как мы смонтируем несколько гантов Немножко расскажу о гибкой черепице Которую я выбил себе на дом Это Дёки Саппора Почему конкретно я выбрал черепицу? Ну, во-первых, она очень круто смотрится У него такая не совсем стандартная нарезка Вот этот вот серый цвет Который нам подходит по дизайну Второй момент Это технические характеристики Мне нравится то, что Дёки делает Вот такие вот битумные полоски Для того, чтобы мы Когда приклеиваем ганты между собой Чтобы мы могли это сделать еще более круче Чем на обычной черепице У него даже, видите, вот эта часть Я ее не снял Она в слофане И то она уже немного Немножко приклеивается Потом, если мы смотрим И сравниваем ее С обычной черепицей То по ширине ганта Видите, гант Вот этот лист гибкой черепицы Он немного шире, чем у обычной За счет этого Эта черепица получается как бы трехслойная Один слой Два слой Три слой Один слой Два слой Три слой Вот основные характеристики По которым я Собственно говоря Выбирал эту гибкую черепицу Дёки Нарезка саппора Цвет халва По-моему, очень круто смотрится Приступаем к монтажу гибкой черепицы Монтаж начинаем с коньково-карнизной черепицы Есть такой вид Гибкой черепицы Называется коньково-карнизная Или начальная Монтаж начинаем непосредственно с этой черепицы Вот с обратной стороны мы тоже ее перевернули Чтобы вы понимали Здесь вот есть липучка Которую мы снимаем Вот это у нас битумная основа Битумная клейкая часть Дальше здесь мы должны обрезать Под 45 градусов угол В дальнейшем объясню тоже для чего это Обрезаем их сразу Обрезать можно либо ножом Либо ножницами У нас ножницы по металлу Прекрасно режут Дальше мы должны натянуть Ну в идеале натянуть нитку Вот мы ее натянули Для того, чтобы нам Ну не ловить уровень По нитке все равно проще Все это монтировать Дальше мы торец должны промазать мастикой Мастику соответственно мы должны перемешать Мажем примерно 10 сантиметров Тонким слоем Мастика должна быть тонким слоем Чтобы она при жаре не текла вниз Это очень важный момент Дальше снимаем липучку И укладываем первый гонт Нашей коньково-корнирной черепицы После того, как мы установили гонт первый Забиваем гвозди Согласно инструкции по монтажу производителя При монтаже коньково-корнирной черепицы Нужно выполнить очень важное мероприятие Первое это не доводить до края капельника Сантиметр-полтора В данном случае у нас не доходит один сантиметр Почему это важно? Потому что если мы поставим коньково-корнирную на край Или иногда даже бывает некоторые стоят дальше края То когда будут сходить осадки, например снег Он будет это место сгибать И вот это место оно со временем сломается Поэтому важно, чтобы оно было таким же качественным, как сейчас Не доводить до капельника Один-полтора сантиметра То же самое мы должны сделать и здесь У нас должен образоваться желобок Желобок образуется между коньково-корнирной черепицей И вот этим вот ребром Чтобы вода беспрепятственно у нас сходила по этому желобку Дальше здесь мы должны обрезать вот этот угол под 45 градусов Потому что когда вода будет сходить Чтобы если вдруг она сюда затечет Она упиралась вот в эту часть И дальше сходила по этому желобку Дальше ветровая планка Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы первое закрыть торец Чтобы у нас торец так же не намокал Как я вам показывал и с этой стороны Дальше вот этот вот бугорок Он помимо желобка образует еще такой вот небольшой подъемчик И соответственно снимается ветровая нагрузка Я не могу сказать, что я вам показываю Дальше ветровая нагрузка И вот здесь мы продолжаем Дальше вновь Ощущение Смотрите продолжение в следующей серии. Как мы забиваем гвозди, согласно инструкции по монтажу, у нас получается на один гонт 7 гвоздей по углам вверху и внизу пробиваем еще здесь. Также первый гонт на коньково-карнизную черепицу тоже отходит на сантиметр-полтора примерно, для того, чтобы когда у нас вода будет сходить, чтобы она сходила каскадом, вот это место было максимально у нас защищено. Дальше мы начинаем укладывать гибкую черепицу согласно инструкции по монтажу, смотрим как там идет рисунок и по этому принципу начинаем укладывать гибкую черепицу. Приступаем к монтажу вентилируемого конька. Закручиваем его на саморезы, обычные желтые 75-ые. Здесь у нас, как я говорил, будет прорезь. Подкладочным ковром ничего не перекрываем, чтобы у нас отсюда воздух выходил. Дальше устанавливаем аэратор и сверху на него монтируем коньково-карнизную черепицу. Дальше берем нашу коньково-карнизную черепицу, снимаем защитный слой, который битум защищает. Она у нас, если на нее посмотреть, она у нас тут имеет специальные такие линии, чтобы нам быстро и легко ее было сломать. Начинаем ее ломать такими движениями раз, сломали второй. Несколько перегибов, и она легко у нас рвется по этой линии без проблем. Получается, грубо, один у нас вот этот вот лист, большой, состоит из трех вот этих вот маленьких листов. И сейчас мы эти маленькие листы будем монтировать уже непосредственно на конек. Приступаем к монтажу. Вот эта часть у нас битумная, она идет на край конька. И дальше мы забиваем четыре гвоздя. Раз, два, три, четыре. Вот сюда, чтобы она у нас максимально была прибита. Забиваем уже не пневмопистолетом, а обычным молотком, потому что пневмопистолет, он ее ломает. И внахлёст делаем следующую черепичку по такому же принципу. Таким образом происходит монтаж вентилируемого конька на кровле из гибкой черепицы. Пластиковый конек, потом коньково-карнизная черепица, которая идет в цвет основной черепицы. И у нас получается вот такая вот красивая кровля с двух сторон.